МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Его надо сохранить и вкладывать в средства для того, чтобы развивать его, модернизировать, для того, чтобы он увеличил производительность, которая и так беспокоит этих собственников. В Воронежской области закрывают старейший сахарный завод. Другой работы в селе Садовое нет. Люди опасаются, что населенный пункт вымрет. В нашем же случае создана система, которая преподносит главе государства лакированную картину происходящей в стране. И глава государства отнюдь не пытается доискаться до истинного положения дела. Встреча состоялась, вопросы остались. Эксперты и политики комментируют слова президента, сказанные во время разговора с журналистами. Ленинско-сталинская модернизация – это одно из самых гениальных завоеваний человечества. Партии коммунистов и пример для всех остальных. В памяти навсегда. В день рождения Иосифа Сталина состоялось торжественное шествие и в изложении цветов к его могиле у Кремлевской стены. 20 декабря, открывая пресс-конференцию, президент России заявил, в стране все хорошо, зарплаты повышаются, продолжительность жизни растет, а безработица сократилась до исторического минимума. Тем временем в Воронежской области закрывают сахарный завод, который является одним из старейших в России. Подробности в репортаже Елены Кухаревой. Сотрудники Садовского сахарного завода в 2019 году готовились отметить 185-летие предприятия, но вместо пригласительных на празднование юбилея люди получили бумаги о сокращении. Через три месяца больше 200 человек останутся без работы. Я работаю не так давно, 5 лет. Я получила образование, я родилась здесь, в Садовом, получила образование в Воронеже, но я не стала там работать, мне хочется поднимать свое село, чтобы наше село процветало. Зарплаты у селян маленькие, средняя – 15 тысяч рублей. Но даже такому заработку люди рады, ведь больше идти некуда. Мы смотрели телевидение, наша компания сказала, что у нас три основных нет сырьевой базы, нет железной дороги, нет жомосушки. Это вот три критерии, по каким они закрывают. Владельцы завода утверждают, что предприятие не способно конкурировать с современными производствами. Заводчане, напротив, уверены – завод способен перерабатывать намного больше свеклы. Только ее почему-то не сажают. Люди обратились за помощью в КПРФ. Представители компартии уже встретились с руководством Воронежской области. Его надо сохранить и вкладывать средства для того, чтобы развивать его, модернизировать, для того, чтобы он увеличил производительность, которая и так беспокоит, в том числе и этих собственников. Также заводчане обращаются в государственные инстанции, пытаются всеми силами сохранить предприятие. Люди уверены – с закрытием сахарного завода умрет и село Садовое. Во время пресс-конференции от Владимира Путина ждали откровения, но этого не произошло. Президент говорил лишь о том, что сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Хотя даже представители федеральных СМИ задавали достаточно острые, порой и жесткие вопросы. Некоторые эксперты, члены Госсовета, в Ялте недавно об этом говорилось. Так вот, они опасаются, что вообще реально выполнить эти нацпроекты, в их целесообразности. Насколько хорошо проработаны критерии выполнения нацпроектов. Вопрос про национальные проекты закономерный, ведь предыдущие, обозначенные президентом шесть лет назад, фактически не были исполнены. Но Владимир Путин уверен, что нацпроекты – это важный и нужный инструмент, хоть и дорогой. 20,8 триллиона рублей – это только по нацпроектам запланировано. Еще шесть с половиной триллионов – отдельный план по развитию инфраструктуры. Напомню, по каким направлениям это будет развиваться. Первое – это здравоохранение, образование, наука. То человеческий капитал, без чего никакой прорыв вообще невозможен. Ну и второе – это чисто производство, экономика. Вопросы о внутренней политике звучали чаще всего. В частности, можно ли обеспечить прорыв при росте экономики на 1% в год? Возможно ли при таких водных в принципе прорыв, о котором идет речь, или экономика будет и дальше развиваться по принципу, вот заработали что-то на нефтяных излишках, отложили в сторону и истратили тогда, когда приспичило. С 2008 по 2018 рост экономики составил примерно 7,4% с 2008 по 2018 год. Посчитать, ну да, получится процент с небольшим. В ближайшие там 2019, 2020 год, а с 2021 правительство уже планирует три, а потом и больше. Поэтому я очень рассчитываю, что все это нам удастся сделать. Спустя сутки после пресс-конференции стало ясно, что в ближайшем будущем прорыва ждать не стоит. Аналитики Альфа-банка опубликовали исследование. В нем говорится, что потенциальный рост российской экономики составляет лишь 0,7%, то есть в 2-3 раза ниже официальных прогнозов. К этой теме мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Роскомнадзор начал проверку интернет-ресурсов BBC и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства. Ведомство отмечает, что это связано с заявлением британского медиарегулятора ОФКОМ о нарушении каналом Russia Today правил вещания. Коротко о других новостях в стране. Совет Федерации одобрил пакет законов, смягчающих уголовную ответственность за экстремизм. Напомним, согласно изменениям, нельзя будет возбуждать дело против граждан, которые впервые совершили нарушение при условии, что их действия не представляли угрозы для безопасности страны. Стоимость многократной американской визы для россиян увеличится почти в 2 раза с нового года. Цена вырастет на 143 доллара из-за введения дополнительного сбора. Таким образом, желающим получить визу в США придется заплатить 303 доллара вместо нынешних 160. Россияне массово скупают телевизоры, в ноябре их приобрели на 94% больше, чем в октябре. Это связано с тем, что с нового года в стране ожидается отключение аналогового телевидения и переход на цифровое вещание. Курс евро на московской бирже превысил отметку в 78 рублей. Это произошло впервые с 24 ноября. Цена доллара по отношению к отечественной валюте достигла 68 рублей. Эксперты считают, что евро и доллар укрепляются за счет падения цен на нефть. Возвращаемся к главной теме выпуска – встречи президента с журналистами. Напомним, что анонсируя этот разговор, федеральные каналы говорили о том, что россияне услышат о новых экономических инициативах. Однако этого не произошло. Глава государства рассказала о растущей экономике, увеличении доходов населения и дальнейшем движении только вперед. Многие эксперты и политики не разделяют оптимизма президента. Продолжение темы в нашем репортаже. За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз Минокоморазвития на погоду – 1,8%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Хорошее настоящее и прекрасное будущее. Президент начал выступление с макроэкономических показателей. И цифры, названные им, удивили многих. Большинство экспертов сейчас говорят о росте ВВП на уровне 0,7%. У президента на процент больше. Не случайно Геннадий Зюганов подверг сомнению цифры, названные Путиным в ходе пресс-конференции. Те службы наши экономические, которые ему дают показатели и характеристики, приукрашивают и лакируют реальную обстановку. Она, прежде всего, просматривалась предпоследних вопросов, когда трем ветеранам дали возможность задать. И Гамов, который многие годы работает в комсомолке, прямо сказал, что ваш оптимист не совсем разделяют граждане нашей страны, а он каждый день получает сотни вопросов и увидит ту боль, которая сочится из всех регионов. Называя главные события года, Путин не упомянул пенсионную реформу, а доходах населения говорил в позитивном ключе. Незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то по последним данным он составит 0,5%. Между тем, по оценкам Росстата, в ноябре доходы населения упали почти на 3%. Чтобы заметить это, достаточно сходить в магазин. Хочу напомнить, что за последние месяцы, это уже тенденция существует достаточно долго, средний чек к покупке в магазинах снизился на 5% за год. В магазинах, где отоваривается более бедное население на 10%, это означает, что многим жить становится все тяжелее и все менее весело. Так где же эти россияне, чьи доходы растут? И где та страна, которая, по мнению главы государства, готова к прорыву? По мнению членов фракции КПРФ в Госдуме, президент действительно не до конца понимает реальную ситуацию в стране. Подобный подход резко контрастирует с советским опытом руководства экономикой. Управлять государством можно только владея истинным положением дел в стране. Если позволить себе некие убаюкивающие заявления, то это значит, что где-то там или сям, рано или поздно будут какие-то провалы. Поэтому Сталин очень жестко, а временами жестоко требовал правды о положении в стране. В нашем же случае создана система, которая преподносит главе государства лакированную картину происходящей в стране. И глава государства отнюдь не пытается доискаться до истинного положения дел. Неожиданно прозвучала и в целом позитивная оценка президентом ситуации в сельском хозяйстве. Впрочем, одна из цифр, названных Путиным, полностью совпадает с оценками ведущих экономистов страны. За последние 10 лет экономика выросла на 7,5%. По мировым меркам это очень мало. Напомню, что и сегодня, и во время президентского послания в текущем году Владимир Владимирович говорил одно и то же. Главный наш враг не санкции, а нарастающая экономическая отсталость. Так вот, рост экономики, если его можно назвать ростом, менее чем по 1% в год, это и есть итог нашей нарастающей экономической отсталости. Правительство обещает, что на мировые темпы развития экономики страна выйдет только к 2024 году. Но суть экономической политики сейчас та же, что и 10 лет назад. Все дополнительные доходы бюджета, вместо того, чтобы вкладывать их в экономику и в человека, мы загоняли в кубышку, который теперь называем фондом национального благосостояния. Хотя благосостояние от этого не растет, а падает. И в итоге мы боялись потрясений, но их во многом и провоцировали. Разговор с журналистами показал, что чем дальше, тем в большей степени обществу не хватает позитивной идеи. Нет понимания того, ради чего все происходит и как достичь нужных целей. Нет жестких поставленных национальных целей. И под них реализация в задачах, которые определены в конкретных параметрах, которые можно проверить, измерить и за которыми стоят конкретные ответственные. Исчезла сама субстанция планирования ответственности. Поэтому, ну что с этого можно спрашивать? По оценкам экспертов Альфа-банка, на интеллектуальную собственность в России идет всего 3% инвестиций. Рынок труда за 10 лет сократился на 4%. На этом фоне, на вопрос о социализме как варианте развития страны, Путин ответил отрицательно. Реставрация невозможна. Это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике. Но это не так, утверждают коммунисты. Во все периоды, кроме Великой Отечественной войны и перестройки, бюджеты СССР были профицитными. За последние 100 лет мир не видел никакой иной альтернативы, которая позволяет выбраться из кризиса, кроме как социализм. Это показал Советский Союз. И это показывает сегодняшний Китай, по поводу которого тоже стоило бы поразмышлять. И успехи Китая, вне всякого сомнения, связаны и с правящей ролью коммунистической партии. Роль которой правящая зафиксирована теперь в китайской конституции совершенно недвусмысленна после последних изменений. Пример Китая, по мнению коммунистов, показывает – социалистическая модель развития жизнеспособна и эффективна. Главное – правильно ее использовать, умело сочетаясь с рыночными подходами. Китай, построивший вторую экономику в мире. Чем не пример для России? Планово-рыночное преобразование китайской экономики по пути социализма с их спецификой в опоре на суперсовременные технологии дали блестящий результат. И если Путин своей командой дальше нас будет тащить по либеральной модели, которая угробила у нас все базовые отрасли, и сегодня мы барахтаемся в этом кризисе, то ничего хорошего мы не получим. Нынешние темпы экономического развития не обеспечивают реализации целей, поставленных в президентском послании. Налицо расхождение между словом и делом. Чтобы войти в пятерку ведущих стран мира, это главная задача, темпы должны быть 6-7%. При той финансо-экономической политике, курсе, которую он реализует, его министры, эта задача нерешаема. По мнению коммунистов, за цифрами и прогнозами в разговоре Путина с прессой оказался так и неразличим простой человек, тот, который с трудом выживает в современной России. Анастасия Лукашевич, «Красная линия». В обществе растет запрос на смену политического курса. Согласно результатам исследования «Левада-центра», ностальгия россиян по СССР достигла максимального показателя за последние 10 лет. О распаде Союза сожалеют 66% граждан нашей страны. Власти США вложили слишком много денег в переворот на Украине и теперь вынуждены нянчиться с Петром Порошенко. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предположил, что эти вложения должны как-то окупиться, однако нынешнее бедственное положение дел в стране не позволяет этого сделать. Коротко о других новостях в мире. Правительство Франции одобрило законопроект с предложениями президента Эммануэля Макрона по выходу страны из кризиса. Речь идет о социально-экономических мерах, которые предусматривают повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро, а также частичную отмену налогов для пенсионеров. В Португалии начались протесты, организованные зародившимся во Франции движением «желтые жилеты». Участники акции требуют увеличения минимального размера оплаты труда, пересмотра пособия по безработице, уменьшения НДС и налога для малых предприятий. Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Сам Мэттис заявил, что покидает пост из-за расхождений во взглядах с президентом. Сторонники независимости Каталонии начали акции протеста против правительства Испании. Они призывают всеобщей забастовки. Демонстранты выступают против решения премьеры Испании Педро Санчеса провести ежегодную встречу министров в Барселоне. Иосифу Сталину 139 лет. В день рождения руководителя советского государства на Красной площади состоялось торжественное шествие и возложение цветов. Подробности в материале Кирилла Гуцкого. В честь 139-й годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина на Красной площади торжественное шествие под красными знаменами. Люди пришли отдать дань памяти руководителю советского государства. Гигантский промышленный рывок, победа в Великой Отечественной, послевоенные успехи СССР, опыт сталинской эпохи, как никогда востребован в наши дни, является примером для многих. По сути дела, под руководством марксизма-ленинизма китайские коммунисты строят социализм с китайской спецификой, но эти преобразования дали такой же потрясающий результат. Реформы Сталина привели к тому, что за 20 лет страна увеличила в 70 раз свой потенциал. Реформы коммунистов Китая привели к тому, что за 40 лет они увеличили в 80 раз свой потенциал. И там, и там эффект потрясающий. И там, и там распавшаяся, униженная страна поднялась к высотам побед. По словам Геннадия Зюганова, люди сегодня все полнее осмысливают опыт ленинско-сталинских преобразований, видят необходимость сплоченности в защите интересов трудового народа. По большому счету, сегодня пахнет снова войной, но от этой войны наш бережет то, что создавал Сталин. Берегут его научные школы, прекрасные лаборатории, великолепные институты. Берегет ракетно-ядерный щит, который он закладывал. Берегут те учебные программы, которые формировались в советской школе, берегет тот подвиг трудового народа, к которому он относился с огромным уважением. Уже не первый год к дню рождения Иосифа Виссарионовича в интернете проводится акция «Две гвоздики для товарища Сталина». В этом году организаторы зафиксировали рекорд. С 5 декабря на цветы было собрано в виде пожертвований более 386 тысяч рублей. Сегодня к бюсту генералиссимуса у Кремлевской стены благодарные потомки возложили 13,5 тысяч алых гвоздик. Кирилл Гуцков, Станислав Коваленко, Красная линия. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова